а ребят всем привет приехал я к ребятам центр гоголя опять же не проходя мимо сразу со старта захожу привет как дела лежала плакала что ты платишь ты платишь что ты плакала устала от такой жизни посылочка тебе пришла да . хорошо волок да то или череповца а череповца а почему череповецкий с вологодскими не дружить молодежь как ты слышала я там вчера по телеку установил мост открыли еще один да вчера смотрел открытие было до виша ты в от игры центре вас москве открывают и в центре сидишь что-то же там по мосту ходилась бы надвига на это ты видела как у вас ты видела такой а как и приносили что ли нет не чувствовал кумаров на боли на что болело вот суставы болели также состояние такой слабости чтобы встать с кровати не нам было не знаю столько получено сил набраться так как а король а как то употребляла что не помню ты была в таком состоянии как где ты брала употреблять приносили киричу я жила во-первых знакомого к которому приезжали варить на хаке на бритоне жила как дезаморфин варили нормальная квартира я блин два с половиной года на таких нормальных квартирах был у меня вещи я четыре года сидел четыре года мама вещи стирала они не могли выветриться и вы представляете вот эти нормальные квартиры как они воняют и йодом нормальная квартира ну и что и короче приходили подваривали тебе всегда давали на что-то ты валялась ты же не вставала тебе на смывки постоянно добавили спички терла льет под конец когда уже фунфырики уже стоят там дымятся ты уже подскакивал а потом мне вообще тот хозяин квартиру вообще перестал давать ему сказали врачи что что можешь умереть тебе нельзя типа колоться или что-то орала то и я ничего сделать не могу и чудил лежала умолила ну как бы меня не кумарила особо потому что я говорю у меня эти боли они забил перебивали перебивали и чё дальше ты потом а как потом не потом иногда то как бы мне там перепадала знаешь вот я не помню меня увезли в реанимацию слышит реально знаешь я сейчас понимаю эту жизнь когда ты когда ты реально живешь на притоне ты лежишь не можешь стать и тебе иногда перепадают к тебе уже относятся как наш полк полу не человеку знаешь наш какому-то этому нашему дело да не надо ему ничего делать и лежишь там так хочешь помазаться пожалуйста а тебе да ничего мы тебе не дадим даже смывки ты ну реально как ты не человек наш вот в этот момент находится не до человеком спасение башки в реанимацию и чтобы начало умирать на этом притоне и вызвали врачей что я этого момента не помню я помню что я набрала сил пошла короче сама встала пошла то есть украдешь что-то заработаю блин кому-то ты на чеверсталь на завод собиралась идти за станок не нашли непонятно как зависимые как наркоманы зарабатывают деньги мы только могли красить обманывать мы принципе все вот наш вид заработка не понял как ты в таком состоянии собиралась и зарабатывать деньги вот так вот я пошла кое-как дошла до магазинчик а ближайшую не поймали ты мне кажется вид привлекала когда-то в таком состоянии и заходила в магазин и карте все наде осмотрели как-то старалась держаться как если ты в шатаном состоянии обривала или живую держаться и чё под заработал один джад пошла купила весьма диполам самады квартир сразу наш обрадовался принесла все подрежу тебе бумага потом ты попала в больницу дали по вот и потом он мне рассказывает когда в реанимации оказалась что как это вообще оказалось мы заглядываем в комнату а ты говорит этим у тебя несколько баянов штуки 4 ты бы ты их раскладываешь будет понять не может что ты делаешь а ты типа этого потом это потом ну как не в себе немножко и мы понимаем что надо скорую вызывать что короче ты не вмазываешься мы вызвали скорую и сказали если бы не вызвали то часа через два я бы вообще умерла и вот они меня покрывали вытащили на этот скорую привезли в реанимацию я этого не помню ничего я очухиваюсь реанимации понять не могу вообще где часа мне почему-то казалось что я где-то под москвой между реальностью и реальностью я потерялась но видимо уже эта грани стерла стерта власть между жизнью и смертью то есть я и наполовину умерла и наполовину знаешь вроде бы жива не понимала даже если умерла мне кажется я бы не почувствовал этой боли ничего но сейчас как возвращайся в себя мы потом с тобой запишем с тобой для youtube и такое интервью хорошее знаешь тут именно от расскажешь висит момент все за всю свою наше происходящее сейчас я так выкладываю там в контакте еще куда-то для тебя просто хочу такой материал большой собрать по тебе залить хороший ролик в ютубе знаешь вот просто весь твой процесс наш там твоего пути выздоровления хочется записать потому что я верю что знаешь в твоей жизни все так круто будет оксан ты даже представиться не можешь я хочу записывать хочу чтобы люди понимали откуда ты вышла вот откуда ты просто от этого покрывала в котором тебя тянули в реанимацию и каким высотам бог тебя подымет и приведет поэтому все будет хорошо 100 процентов да все ты уже с нами радостные посылочки приходят все прекращаем же самое самое страшное это это покрывала этот хата где ты лежала тебе в мазмазываться не давали тоже сзади после того как женька у меня посадили друга твоего да с которым ты жила и на не началось проклятие лизоморфиновое сейчас сейчас зато благословение божье пришло все все другой же не кого-то нарисовался вот я помогаю так что все вообще не парься все будет хорошо спасибо мне дать я я я это не я это знаешь это когда-то бог пришел в мою жизнь и сказал ты должен служить и поэтому я на самом деле такой же как и ты знаешь валялся в этих притонах дозоморфиновых и умирал так же как и ты и в один момент пришел бог в мою жизнь и я я сейчас такой какой есть сейчас ты точно такая же будешь с этим разговаривала ромка ты нормально это у тебя аппетиты уже начала есть уже ждешь когда этот обед короче аппетит просыпается ты пьешь иммунцию тебе еще терапию на полгода при при притаранили поэтому знаешь по поводу клеток по поводу это вообще не пальцы сейчас все поднимется наш клетки нагрузка упадет значит это уже все уже все в прошлом поэтому давай идем выздоравливаем радуемся все давай привет передавать мне просто нужно чуть-чуть ехать торопиться всем привет маме поблагодарю за вам спасибо за посылочку за вещички там костюм спортивный теперь будешь щеголять но спортивном костюме в общем так ребят все выздоравливает все нормально все хорошо я поехал на вокзал по мне мама сейчас крестная приезжает я сейчас недавно кстати говорил раньше моя мама приезжала ко мне только на свиданку и передачки в зону привозила а сейчас моя мама с крестной приезжают конечно бы с внучкой понянчиться и вот она реально знаешь мои изменения но которые произошли со мной реально это доказательство того что зависимость это не приговор поэтому прям дальше всем привет всех рад всегда видеть от оксана тоже огромный привет всем всем пока